Всем привет! Это Ольга Швед. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я коротко расскажу, как я прорастила овес. Я все время видела вот эти потрясающие грядки с зеленой травой у блогеров на тумбочках, на комодах, на окошках, на полочках. Я тоже сама все время хотела такое сделать. Оказывается, это не так-то просто. То есть недостаточно залить семена водой и все прорастет. Нет, там есть определенные технологии. У каждого она своя, но я, просмотрев огромное количество видео на ютубе, вывела свою систему. То есть шаг первый. Вы просто идете в магазин и покупаете там овес. У меня в данном случае был алтайский продукт. Я покажу обязательно, как выглядел мешочек. И ищите овес, на котором будет написано для проращивания. Вы просто заливаете овес водой на сутки. Через сутки моете. Это не обязательно должна быть вода комнатной температуры. Это может быть просто холодная вода. После того, как вы его промыли, я его еще на сутки замочила. После этого он увеличился в размерах. И это значит, что его нужно будет промыть еще раз вечером, как следует промыть и накрыть пленкой. Как я покажу. У меня не было пищевой пленки дома. У меня ничего не было. Поэтому у меня пошел обыкновенный рукав. Который для запекания. Рукав, он тоже, кстати, очень хорошо подходит. Вы накрываете вот это пленочкой. Получается такой мини-парник. И буквально через сутки зернышки начинают прорастать. И вот через два дня... Я вам сейчас покажу. Они уже все. Вот обещают, что примерно через 10 дней или 2 недели травка будет уже такая хорошая. И можно будет приглашать кошечку на эту трапезу. Где я проращиваю, это вот такой маленький контейнер из фикс прайса. Вот. Раньше я покупала с дренажом все. Но у меня нос не выдерживал эти вонючие грунты. Вот. И что я могу сказать. На самом деле все очень просто. Зерна не нужно перемораживать. Поэтому как бы на окошке не место. Они должны быть на свету. В случае с овсом. Потому что там есть пшеница. Там какая-то другая технология. Но все прорастет у вас просто вот находясь в обыкновенном пластиковом контейнере. Накрытым пленочкой. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот. Совсем не обязательно, чтобы все было прямо супер герметично. Через два дня можно будет полить вот такой брызгалкой. Вот такой. И все будет хорошо. Просто дело в том, что в том контейнере я их заливала одинаково. И вообще все было одинаково. И стояли они все одинаково. Но в том контейнере они проросли лучше. Я не знаю, с чем это связано. Это такая какая-то необъяснимая загадка природы. Давайте посмотрим, что у нас тут под пленкой. Вот так проросло во втором контейнере. И сейчас я покажу овес и скажу, где я его купила. И вполне возможно, это будет важно для ангарчан. Так что кошечка у меня скоро будет номинать свежую травку, а не химические витаминки. Вот такой овес я купила в горизонте. Здесь прямо на нем написано для проращивания. И вот здесь на обороте написано, что это выращено на Алтае. Вот такой овес работает. Вы сами видите. Потому что здесь самое, конечно, интересное. Это вот из чего его проращивать. То есть вот как бы тот овес, который я показала, из него можно проращивать. Вот он прорастает, как видите. Потому что обычно все начинают, я беру овес омоченный. А вот самое интересное, как должна выглядеть упаковка, что на ней должно быть написано. Вот это у нас как-то наши супер-пупер, там, сезнайки, которые показывают, как прорастить овес. Они как-то пропускают это мимо. А люди-то ведь не все такие продвинутые. Люди не знают. Я покупала дренажи с семенами. Это все потом в итоге забродило, завоняло так, что по носу било прямо, когда я заходила в дом. Вот поэтому как бы я думаю, что это видео было вам интересно. Вот у меня маленький парник. Вот у меня пророщая травка. Вот овесы оболочки. Именно для проращивания написано. Смотрите, внимательно изучайте упаковки. Всем всего хорошего. Пока. Надеюсь, как обычно, я была вам полезна. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и задавайте вопросы.